СТАЛКЕР ТОДЕЙ Ray of Hope. Первая неделя закрытого тестирования позади. Подробнее об этих новостях смотрите далее. Разработчики смерти вопреки Три Осколок Тьмы показали публике очередной игровой уровень. На сей раз очередь покрасоваться добралась до локации Росток, которая не только заметно преобразилась по сравнению с оригиналом, но и прибавила в размерах. Основу обновленной территории составили бар из модификации Путь во Мгле и Дикая территория и Стене Чернобыля, а в процессе моделирования уровней использовались наработки мультиплеерной карты завода Росток. Кроме того, разработчики смоделировали несколько собственных территорий и грамотно наполнили уровень растительностью. В итоге локация приобрела аутентичный отчужденный вид, что подтолкнет игроков к изучению здешних окрестностей во время игры. Кстати говоря, данная локация выделена авторами исключительно под фриплейный геймплей. Вероятно, что в основном сюжете уровень будет не задействован, однако разработчики пообещали реализовать на локации несколько второстепенных квестов. Немаловажным фактом является отсутствие на территории завода полноценного лагеря сталкеров. Как сообщили авторы проекта, локация будет представлять из себя заброшенный объект, и привычного населенного бара игроки здесь не повстречают. В конце августа стартовало закрытое тестирование мультиплеерной модификации Ray of Hope. Первая волна тестеров уже успела оценить проект, а разработчики оперативно дорабатывали найденные ошибки. В результате совместной работы игроков и модмейкеров удалось повысить стабильность сервера и улучшить производительность мода. По словам разработчиков, благодаря закрытому бета-тесту работа над проектом существенно упрощается и ускоряется. Однако предварительное тестирование показало, что пока игровая локация модификации требует определенных доработок. Именно поэтому разработчики не спешат предоставлять доступ к закрытому тесту для гостей. Тем не менее, на следующей неделе запланирован переход ко второму этапу тестирования, который привнесет в игровой клиент множество нововведений. И надеемся, что совсем скоро в зону отчуждения Ray of Hope отправится вторая волна тестеров. А пока мы можем посмотреть подборку скриншотов, которые наснимали первые счастливчики. Судя по всему, им было совсем не скучно. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Текст читал Никита Клинга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok